Микрорайон Ферсановка, Речная 6. Именно из этого дома в понедельник 30 марта эвакуировали человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Мы приехали сюда, чтобы выяснить настроение жителей и понять, какие меры предпринимаются властями для решения этой ситуации. Это окно квартиры, где проживает 74-летняя Лидия Орлова. Сейчас там ее сын с женой, соблюдает карантин и ждут результатов теста. По словам соседей, анализ на коронавирус пожилой женщине сделали в 20-х числах прошлого месяца. Ответ пришел спустя неделю. На сегодня она во второй московской инфекционной больнице, слава богу, с легким диагнозом. И дети с момента, они тоже сдали анализ на коронавирус у отца этих детей, но он тоже в Зеленограде остался. А они вот вдвоем сейчас здесь остались. У него не подтвердился. Жители о ситуации знают. Не выпускают детей на улицу, да и сами стараются сидеть дома. Но говорят, все равно страшно. Надо Господу Богу молиться, и все пройдет. Откуда пришло, туда и уйдет. Но все же важно не дать вирусу ход. Узнав о случившемся, жители связались с управляющей компанией. Реакция последовала в тот же день. Уже вечером двор наводнили рабочие с распылителями и тряпками наперевес. Дезинфекцию начали с самих подъездов. Обработали входные группы, протерли почтовые ящики, трубы. Без внимания не остались и дворовые территории, в особенности лавочки. Пристальное внимание уделили обработке детских площадок. Прошлись по всем качелям, горкам и перилам. Применяется хлорсодержащий раствор. В данном случае это полимикс. Он подходит как для обработки подъездов, так и детских площадок. Является гипоаллергенным. Обрабатывают не только дом, где жила зараженная, но и соседние. Жители тоже настороже. Запасы, что было дома, мы ходим вот так вот в магазин. Снимаем перчатки около подъезда, все выкидываем, все обрабатываем руки, заходим. Подъезд лично я сама свой обрабатывала. Напомним, дезинфекция подъездов на особом контроле администрации. Даже если в доме нет зараженных, места общего пользования обязаны обрабатывать со всей тщательностью. В случае, если этого нет, стоит обратиться к местным властям. Данная работа ведется ежедневно. Управлением жильщиков моего хозяйства и мной лично, как заместителем главы, осуществляется проверка на предмет обработки, на предмет соблюдения правил обработки. Если где-то мы видим какие-то недочеты, мы обязательно обращаем внимание на эти недочеты. И все же главный способ избежать заражения – это сохранять самоизоляцию, как бы сложно это ни было. Инкубационный период вируса – две недели. Даже без симптомов вы сможете стать переносчиком инфекции. Берегите себя и своих близких. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.